Так, ну что, ребят, всем здорова. Передаю до второго, что называется. Гениальный директор Ripple, Брэд Горлинхаус, проясняет ситуацию с RLUSD, эксаквиритором в риском SEC и IPO. Ну, это, естественно, на конференции Ripple's Well, я так понимаю. А, нет, интервью и подкаст Thinking Crypto заявил, получается, что Stablecoin является частью пазла, того, что фирма пыталась достичь с помощью своего платежного сервиса. Также, ну, оказались среди основных пользователей Stablecoin в USDT и USDC. Потом, что касается того, будут ли они использовать на своих рельсах on Demand Liquidity, но это сейчас Ripple Payments, упомянул, что ничего не изменится, поскольку это будет похоже на то, как они используют USDT и USDC для своего платежного решения, ну, и принести пользу экосистеме XRP, особенно для сферы DeFi. Далее, как мы понимаем, сроки подачки, подачки, блядь, подачи заявки ETF у нас были неизбежны после запуска спорта Bitcoin ETF, ну, естественно, да, заявки Bitwise, Canary Capital были, а не Island. Ну, ладно, судья меняется. И, как вы понимаете, что на данном этапе, а тут Capital написано, интересно, в ходе апелляции предположил, что комиссия уже пытается гарантировать, что фонды не увидят свет якобы, вот, ну, полный бред, поэтому, я думаю, заявки будут поданы. Гениальный директор Ripple обсуждает, плюс еще IPO, говорит, что может занять до 12 месяцев, ну, как раз полтора года после хаулинга, совпадение ли это, да, даже если они решат стать публичными, поэтому как-то так, за один день это не будет, и за два месяца тоже. Bitwise обновил свою заявку на регистрацию XRP ETF, совпадение ли это, не думаю, да, и, получается, сделали это еще 16-го числа, но новость вышла только сейчас, и, как вы понимаете, что потом подавшим заявку продукт, за ним 9 октября последовала Крэнер и Кэпитал, хотя Bitwise первоначально подавала второго, но сейчас они подают повторно. Ну, как вы понимаете, SEC может откинуть эти заявки, но, вы понимаете, они все равно рассматриваются. Ripple объявила сотрудничество с Международным комитетом спасения АРС, одной из самых надежных гуманитарных организаций в мире, ну, наверное, поэтому скам, да, и, в принципе, говорят, что более чем 140 странах, и включая 70 миллионов в виде денежной помощи и ваучеров, они их проводят. Далее, получается, основатель XRP Ledger Labs голосует за снижение комиссии за резервирование счета с 10 XRP до 1 XRP, ну, это, по-моему, с 5 долларов до 50 центов, вот. Ну, да, так и есть, 5,5 долларов до 55 центов, что составляет 90% снижения. Приложенные изменения, как вы понимаете, сообщил настрой на свои валидатор для поддержки снижения резерва, а также увеличения традиционных сборов, вот, и поощрение более широкого внедрения. А 1 XRP – это сумма, которую предприятия могут легче спонсировать, в отличие от 5 или 2 XRP, ну, это, на самом деле, смешно, типа 5 долларов, не то ли что, вот. И утверждал, что это сокращение упростит людям процедуру открытия счетов, а также побудит проекты внедрять более устойчивые стратегии монетизации, вот. Ну, и потенциальные проблемы, то, что снижение может привести к всплеску активности, что может создать проблему, однако рассматривает это как хорошую проблему, и он утверждает, что борьба с возросшим использованием и его инфраструктурными проблемами у нас была бы позитивным сценарием. Ну, и считаю, что сообщество XRP готово решать такие проблемы, независимо от того, требуется для улучшения оборудования, оптимизация конфигурации или горизонтальное масштабирование. Не знаю, что за горизонтальное масштабирование такое. Вот. BlockPaid у нас сотрудничает со Stellar для улучшения функции безопасности, то есть, кстати, то, что Stellar сотрудничает со многими компаниями, довольно часто в последнее время начали выходить новости, и за первые 6 месяцев подписалось соглашение также с Coinbase Wallet, 1inch, Avalanche, Core Wallet, совпадение ли это, не думаю. И, как вы понимаете, согласно заявлению, технологии безопасности Web 3.0 поддерживают Coinbase Stellar, MetaMask провела более 4,5 миллиарда транзакций, и, как мы понимаем, что сканирует более 15 миллионов сайтов, занимается безопасностью блокчейна, ну и, как вы понимаете, внедряет блокчейн Stellar, чтобы приложение кошельков Lobster и Frighter. Еще интересно то, что аналитическая компания DUNA раскрывает возможности Stellar с помощью интеграции аналитики в блокчейне, и объявила о полной интеграции Stellar с сети блокчейнов с открытым исходным кодом, известной своими трансграничными платежами. Stellar фокусируется на этой эффективности. Также, как вы понимаете, что предполагает интеграция данная, то, что пользователи могут получить доступ к обширным данным для анализа производительности сети, активности транзакций и токенизации актива. Ну, то есть, опять-таки, токенизация CBDC продвигается все чаще. Продвижение внедрения блокчейна с помощью реальных данных, то есть через API-ключи. И, как вы понимаете, функция предлагает разработчикам программный доступ к данным Stellar в цепочке оптимизируя интеграцию аналитики в их личные приложения. Далее, получается, у нас BitBoy заявляет, что XRP все еще стремится к Луне, ну, на To The Moon, да, несмотря на, ну, не в смысле Тара Луни, да, на последнее действие SEC против Ripple и утверждает, что будет расти независимо от действия комиссии по ценным магам. Я согласен, просто надо дождаться перелив доминации, как я вчера и говорил. Далее, новый срок подачи заявления в форме СИП. Предполагает, что апелляция все-таки будет жива. Ну, и новые сроки в течение 14 дней, то есть примерно это где-то 16 октября должно было быть. Новый срок. Нам говорят, что, в принципе, может перенестись это на 18 октября. Ну, как я и говорил, что резина будет продолжать тянуться, но многие мне не поверили. Сказали, что нет, Саня, ты не шаешь, там суд закончится. Ну, и что, закончился. Ну, я говорил, что это будет затянуто до конца 25-го, а то и 26-го года. Вот. И эти даты уже мелькали, поэтому оно так и будет. XRP готовится бросить вызов 60 центов, торгуясь в рамках бычьего канала на фоне кранего срока подачи апелляции. Ну, и, в принципе, там диваны нам рекламируют. Вот. Ну, типа, надо сидеть и нихуя не делать, я так понял. Там XRP до 1000 долларов. Ну, опять, влажные фантазии. Пока что эксперт призывает сообщество продемонстрировать эту амбициозную цену, типа, чтобы толпа запампила или что. Естественно, толпа не сможет этого сделать. И на данном этапе известная организация, включая Uphold и инвестиционную платформу Alink2, недавно присоединились к тенденции, пробуждая членов сообщества в будущем. Но Uphold постоянно публикует, что, типа, вот там XRP будет стоить такую-то цену. Вот. И каждый год это говорят. Но нужно понимать, что рано или поздно такая цена наступит. Просто не все досидят до этого. Понимаете, сейчас это возводит, возводит великое до смешного. Да, сейчас действует такой принцип. То есть они настолько абсурдизируют вот эти вот заявления по поводу XRP, там даже по 3 доллара, что люди уже настолько не верят. То есть это длительный период делается, дольше, чем 2 месяца, естественно. И, как вы понимаете, толпа на этом фоне разочаровывается. Вот. Потому что он ожидает все быстро. Да, желательно за 2 дня. Аналитик установил целевую цену XRP. Если биткоин достигнет 80 тысяч в течение следующих 3 месяцев. Ну, опять 3 месяца, да. То есть, опять же, ожидание толпы. Вписываемся и говорит, что надо доллар достигнуть. Вот. Потом, соответственно, сообщество XRP. Звучает нативный стейкинг XRP Ledger при участии Flare и Ripple. То есть Flare у нас тоже, вы понимаете, может участвовать. И, в принципе, какое-то объединение использования Flare XRP. Я так понимаю, это какая-то у нас обернутая монета, либо что. Вот. Статус XRP у нас как небезопасного актива подтвержден, нам якобы говорят. И, в принципе, поскольку на данном этапе представила у нас новые подробности о своей апелляции. Ну, в принципе, нам абсолютно похер. Вот публикуют какие-то там заявочки форма C была предоставлена. Предварительные аргументы по апелляции. То, что транзакции были отнесены к категории программных продаж, не считающимися ценными бумагами. Ну, при этом же там теперь институциональные продажи затрагиваются. Да, как вы помните, то были розничные, а сейчас институциональные. Я реагирую и повторяю, что XRP останется законом страны. И подача формы C воодушевляет адвоката Хогана. Хотя тот же Хоган сказал, что может затянуться резина до 26-го года, как вы помните. Далее. Недавняя заявка SEC. Хорошая новость для держателей XRP. Не знаю, почему, но Стюарт Альдороти сказал, что решение суда о том, что XRP не является, является законом страны. Типа, это хорошая новость. Далее у нас XRP взлетает на 50% в объеме на фоне развития драмы апелляции SEC против Ripple. Это говорит о том, что у нас киты продолжают копить данную монету. Далее. Генеральный директор заявил, что IPO не является высоким паритетом. Ну, как по мне, это такое лукавство небольшое. В принципе, говорит, что на данном этапе, естественно, это судебная тяжба. Самая первая, конечно же. Но при этом, говорит, что IPO на данном этапе не факт, что запустится. В 2022 году уверенно предсказал, что в будущем Apple станет публичной компанией. А до этого была не публичная, что ли. Вот. Поэтому, ну и кто-то считает, что подготовив почву затяжной битвы, которая может продлиться до начала 2026 года. Вот о чем я говорил, что, скорее всего, может до января резину затянут. И, ну, на самом деле, большинство людей не подозревают, что XRP может выстрелить только в конце 2025 года. Но, естественно, они не ожидают такого, они не готовы к такому. Но это их право. То есть мы, как говорится, перебеждать не будем. Мы будем, соответственно, просто ожидать и не поддаваться панике. Потому что на данном этапе, ну, это вполне адекватные сроки. Полтора года после хаулинга, то и почти два года. Ну, многие, естественно, ждать этого не готовы. Но хотят все здесь и сейчас. Ну, поэтому они нихуя не заработают. Топ XRP Lager Dex отражает DDoS-атаку. Вот какая-то, ну, была недавняя DDoS-атака. И отказ в обслуживании был. По данным, хотели получить доступ в размере нескольких тысяч из DTMS до того, чтобы заплатить выкуп. Биржа решила расширить, модернизировать систему. И Dex считает, что ее сервисы были реконфигуированы и масштабированы для обработки миллионов запросов. И ранее также MagicX столкнулся с DDoS-атакой, предупредил, что сайт нестабилен. И в январе также забил ТВ-вогу массовые DDoS-атаки в XRP Ledger. Ну, совпадение, что это было на коррекции всеобщей рынка. Вот. Поэтому на данном таке многие спрашивали у меня XRP Classic. XRP Classic стоит ли брать? Ну, высокоисковый щиток. Я бы лучше на вашем месте взял бы тот же Flarek, Salagenic и Sandberg. На три монеты распределил. В принципе, Flarek, как мы видим, ниже не падает, стоит в накоплении. Я думаю, с этих отметок он и похуярит наверх уже. обновления дна не будет, которое было там до этого, в 23-м году. Вот. Salagenic там и Sandberg тоже можно смело брать. Ну, дно было, естественно, у нас где-то в начале сентября. Ну, в середине, я бы сказал бы. Вот. Если гляну доминацию Stellar и этого, блядь, XRP, то, соответственно, на данном этапе у нас цена удерживается на месте. Давайте посмотрим. Ну, даже она поперла уже наверх. То есть, многие ожидали, что будет обновление лая. Некоторые предполагают, что Stellar еще бы там сходил на 7 центов. Ну, уже плюс 10% мы показали. По XRP, я так понимаю, почти аналогичная ситуация. Stellar поет сильнее. Не знаю, с чем это связано. Ну, вот так вот. И XRP, хотя по росту тут то же самое. Видите, но многие ожидают, что мы можем еще на 40 центов сходить. Ну, таких жаждущих дождаться 40 центов очень дохуя. Я бы сказал бы. Поэтому я бы на это не рассчитывал. Если вы действительно в это верите, это ваше право. Ну, это обманочка, которая вас потом подведет. Ну, и давайте XRP, Ходскер. Стоит ли брать на данном тапе? Я считаю, что да, стоит, пока дают, потому что потом, когда он полетит, а как вы знаете, что сейчас это малоизвестная монета, мало ликвидная. Вот, поэтому я считаю, надо ее покупать. Но риск высокий, сразу говорю. Вот, поэтому такие мысли, такие дела. Всем удачи, всем пока. Пока.